Всем привет! Как же давно я не снимал длинных видео. Снимал шорцы, маленькие тематические видео, но давно уже не снимал свои любимые обзоры. Коротко о том, как долго я ничего не выкладывал. Пару месяцев я не снимал, затем купил калифорний. Хозяева любезно их покрыли. Так долго я откладывал видео про калифорний, что эти самые калифорнийки окралились, думаю. Сниму видео, как только не выкормят крыльчат до месячного возраста. И тут, начиная с 20-дневного возраста, крыльчат начали потихоньку худеть, худеть, и потихоньку все выдохли. То ли у крыльчих молоко пропало, то ли это был коксидиоз, в общем, так я ничего не понял. Скорее всего, пропало молоко. Я поговорил с их старыми хозяевами, и они согласились снова покрыть крыльчих. Месяц я их подержал, они поднабрали вес, заодно я их пропаял от коксидиоза, от гельминтов, заодно и курс антибиотиков. Мало ли, из-за чего у них пропало молоко. Когда мы приехали к ним, самец был прям в пике всей линьки, что была очень мала вероятность, что крыльчихи покроются. Пришлось оставить крыльчих на ночь, на следующий день мы их забрали. Обе крыльчихи оказались беременны. Дело в том, что одна всех крыльчат к чертям раскидала и половину съела, а вторая окрыла всего три. Не знаю, куда пропал третий. Примерно в 14-дневном возрасте я обнаружил в маточнике только двоих. Два маленьких крыльчонка. Папа у нас в окрасе гавана. Надеюсь, хоть хотя бы один из них будет в таком же окрасе. Пока что у них не сильная пигментация из-за жары. После такого долгого вступления, наконец-то начнем наш обзор. Это моя основная маточная клетка. Несмотря на свою кривизну, она мне больше всех нравится, потому что она самая большая и крыльчихам в них удобнее всего рожать. Про калифорнию я вам все уже рассказал. Кстати, это та самая, которая съела своих крыльчат. Теперь расскажу про остальные акролы. Кстати, я заметил, что те акролы, которые самки вынашивали в сильную жару, были довольно-таки волоплодными. Например, у этой рексихи, она меня очень боится, вообще не ручная. Она спятала в сматочнике. Было всего лишь два крольчонка. У этой калифорнии кетри и у строкочихи родилось всего лишь четыре. Причем до этого ни одна крольчиха не рожала так мало крольчат. Перейдем к рексихе. Рексиха у меня самая любимая самочка, потому что всегда, когда ее покрываю, всегда беременеет, всегда рожает и всегда выкармливает всех до одного. Ни разу меня еще не подводило. Но в этот раз решила немного, как мне казалось, передохнуть. А крыло всего двоих. Росли очень крупными, очень классными мордастыми, просто как плюшевые мишки. Думаю, должна же быть из них хотя бы одна самочка. Оставлю себе. И что вы думаете? Оба пацана. Придется им искать хорошие, добрые руки. Строка чиха. Папа у нас НЗБ. А кролила, как я уже сказал, четверых. Один из них был плащевого окраса. К сожалению, был самый маленький. Барбезом материнское молоко он проиграл. Поэтому любимый шиншеловый флангер. К сожалению, он немножечко захворал. Сидел в клетке, половина сетка, половина доска. И даже там сумел заработать себе под дерматит. Несмотря на то, что даже на половине той сетки была доска. Ранки уже практически зажили. Осталось только зарасти шерстью. Иногда без спроса отправляются на прогулку. Недавно они подрались с моим белым рексом. Но об этом чуть позже. Переходим к моей следующей клетке. Здесь крольчиха, французский баран, окрас Мадагаскар. Привезена одна из Краснодара. В моем хозяйстве у нее был первый окрол. А кролила девятерых. Выкормила пятерых. Но в месячном возрасте все эти крольчата сбежали. Кто смотрел мой золотухинский обзор, на примере этой клетки я рассказывал, из-за чего же они сбежали. Раньше этого уголка не было. И дверка ходила свободно туда-сюда, туда-сюда. Крольчата эту дверку на себя потянули. И вылезли через образовавшуюся щель. Поймал я и нашел только одного. Может съели собаки, может съели кошки, может загребли чьи-то нехорошие ручонки. Но итог в том, что крольчата у меня сбежали. И по моей вине. Очень большой процент потерянных крольчат у меня в хозяйстве. Именно из-за того, что крольчата сбежали. Но я над этим работаю. Стараюсь убирать все косяки в своих клетках, как только их замечаю. Например, эти крольчата не сразу вылазили именно в эту щелку. Сначала они вылазили через сетку, все дырки я заделал. Потом они нашли щелочку за синяком. Щелочку я тоже заделал. Тогда уже они начали вылазить через эту дырку. И так я постепенно устранил все недочеты. Пока что только в этом отсеке. Какие недочеты есть в остальных, я, наверное, даже проверять не буду. В этих клетках у меня будут жить только взрослые животные. Здесь сидит французский баран рыжего окраса крольчиха. Прохолостила у меня. Покрывалась вместе с ракочихой. Вела себя, как беременная крольчиха. Так-то она была очень и очень ласковая. Стала агрессивной. Но на 20-й день она нарвала пухоник и, разумеется, никого не принесла. Кстати, после этой ложной беременности она стала не такой ручной, какой была ранее. Здесь самец НЗБ, тоже из Краснодара, приехал вместе с той французской бараникой окрасом Адагаскар. Недавно моя самая старшая сестричка подарила этому НЗБ двух невест. Собственно, как его тоже мне подарила. О, а здесь лежит мой французский баран. Так расквасился, так хорошо себя чувствует. Сейчас монтирую видео и думаю, хорошо. Да где ж хорошо? Жара плюс 30. Бедный баран тут изнывает от жары. Вроде бы перхоть уже прошла, но иногда я осматриваю его спинку. Кто не в курсе, как лечить кроликов от перхоти, смотрите описание под моим видео. Ниже сидят две крольчихи. Чистокровная крольчиха порода строкач, голубого окраса, и помесь строкача и Калифорнии. Обе крольчихи успешно выкормили крольчат. Одна 11, другая 6. Но оба их окрола совершенно не росли. Чтобы узнать почему, спускайтесь в соответственное описание. Здесь сидит окрол от той помеси Калифорнии. Крольчатам уже за два месяца они такие, ну как крысята. После этого инцидента я решил, что после мая месяца я крольчих случать вообще не буду. Нафиг мне оно нужно, что крольчата из-за жары так плохо растут. Здесь живет белый рыксенок. Был он в гнезде у той голубой строкачихи, но в 25-дневном возрасте у него случилась какая-то травма лапки, и он остался в той же клетке, в которой и родился, а весь остальной окрол вместе с мамкой переместился в клеточку побольше. Кстати, я что-то даже не подумал, что крольчонок останется без молока, но к моему счастью он выжил. Знаете, только пару минут назад я сомнил, что крольчата, которые живут по одному, у них иммунитет намного хуже, и в принципе чувствуют они себя не очень. И что мне пришло в голову? Французский баран, вперед. Давно хотел его отсадить от матери, только не мог решиться, куда же его отсадить. Вот моя тестовая золотухимская клетка. Здесь сидит крольчиха породы НЗБ. Год назад покупал ее как чистокровную. Один окрол она мне принесла от строкача, а второй окрол от чистокровного НЗБ. И в отличие от нее, НЗБ я брал в племенном хозяйстве с клеймом, а я брал у какого-то дедушки. И вот из девятерых крольчат, которых она окрыла, пятеро было черным. Тут я немножечко запамятовал. У нее же был один окрол от НЗБ, пять штук, и тогда были абсолютно все белыми. Ну и конечно же меня опять надурили, втюхали нечистокровное животное. Да и после родов она очень долго восстанавливается. Роды у нее были три месяца назад, а она по-прежнему худая. Собираюсь получить от нее один окрол и убирать. Здесь сидит еще одна жертва моего доверия. Ну как жертва? Жертва я, а он объект. Как вы уже наверное поняли, его продали мне как чистокровного барана. В шесть месяцев я начал подозревать что-то неладное. Первое. Он весит 4 килограмма 300 грамм. Когда для французских баранов самое-самое минимальное это 4 с половиной. Второе. На прошлом кадре было хорошо видно его длиннючую-длиннючую морду. Ну и третье. Его уши иногда подлетают вверх, да и сейчас они находятся не так, как должны находиться у французских баранов. Кстати, в том же хозяйстве вместе с ним я покупал эту французскую бараниху. И вот она наиболее похожа на французского барана. После моих подозрений и раздумий я обратился к опытному барановоду, как я его называю. И тот подтвердил, что самец вообще нифига не чистокровный. И лучше его заменить. Ну вы наверное уже догадались, с кем я его заменил. А этого пацана я выставил просто как племенного самца. Пока что мне на его счет поступило только два предложения. Это обмен и отправить в Чечню. Оба варианта мне не подходят. Здесь живет собственно мой Трамп. У него на носу следы после неравной битвы с Фландером. На самом деле следы не только на носу, следы были еще по всей спине, но уже зажили. Сверху Дональда живет его сын по кличке Лавелас. Ты что так обсиделся? Ну покажи себе во всей красе. Ты же вообще шикарный мальчик. Вот принял более-менее нормальную позу. Нравится мне красного мальчика. Прям темно-темно карамельно. Это невестки для НЗБ, привезенные из Ростова-на-Дону. И что самое интересное, купила я их больше, чем месяц назад. И за этот месяц они не то, что не набрали, они каждое скинули по 200-300 грамм. Я посоветовался с их заводчицей. Мы решили, что кролики не растут именно из-за жары. У нее так вообще беременная крольчиха в аккурат перед родами померла. Что делать? Я не знаю. Если у этой крольчихи более приемлемый вес в 3 килограмма 200 грамм и 300 грамм она хоть как-то до нормы наберет, то эта крольчиха 2,5. Я не знаю, как она будет этот вес набирать после спада жары. Я надеюсь, после спада жары обе крольчихи как пустятся в рост, как начнут набирать массу, просто будут больше ризенов. А здесь исполнилась моя маленькая мечта. Когда я делал эту клетку из старого шкафа, я думал, что в ней будут жить рексы. Три этажа и три рекса. Собственно, только для рексов миниатюрных эта клетка и подходит. Ну и что вы видите? Здесь живет рексиха, рексиха и самец рекс. Растут, ищут себе новых хозяев. Ищут себе новых хозяев. Ты мне в суп, походу, пойдешь. Ты что сделал? Представляете, что сделает эта пушная задница? Дырку! Если бы я не снимал обзор, я бы эту дырку вообще никогда не заметил. Думаю, к утру он бы уже тут щеголял вовсю. Кролик не самый ручной. Я думаю, я бы его долго не поймал. Представляете, за 20 минут эти два друга уже подружились. Лежат в одной кормушке, кайфуют. На сегодня это все, кролики. Тут меня недавно несло. Я хотел себе купить три шарцузских барана, два строкача, по осени купить рексов. Но что-то подумал, немножко садился, подумал, куда мне еще. Так, скоро начнется учеба, музыкалка, обычная школа, экзамены. В общем, я решил остановиться, что мне нужен только самец строкача и варить кашу из того, что есть. Недавно решил вывезти всю солому с пометом, что копилось здесь весны. И знаете, что я обнаружил? Оказывается, мои клетки стоят на кирпичах. Субтитры создавал DimaTorzok